Омский областной центр по художественной гимнастике вновь принимает сильнейших спортсменок Сибирского федерального округа. В зале звучит музыка, на ковре одна за одной сменяют друг друга спортсменки. Программы у всех разные, каждая пытается по-своему достучаться до сердец зрителей и арбитров, кто-то нежными и лиричными мотивами, многие агрессивной, динамичной музыкой. Разные и истории, которые за полторы минуты успевают своим выступлением рассказать девочке. Я стараюсь всегда выступать не для того, чтобы получить высокую оценку, а просто чтобы людям было приятно на меня смотреть, чтобы я как-то запомнилась. Потому что не всегда все получается, и раз это даже не получается, всегда эмоции, они запомнятся. Я вот это понимаю. И мне кажется, самое главное, это чтобы людям было приятно на тебя смотреть. За артистизмом, техникой исполнения, сложностью элементов пристально следит бригада судей, которой предстоит выбрать из 20 мастеров спорта только 12, кто будет представлять Сибирь уже на чемпионате России. За их работой и процедурой выставления оценок на этот раз наблюдает супервайзер. Сейчас одновременно во всех округах в России проходят чемпионаты данных округов. Соответственно, я должна была быть в Приволжском округе. Я там, потому что сама, как город Пермь, представляю. Но у нас есть супервайзеры, которые присутствуют на других регионах. Поэтому я у вас здесь, на Сибирском регионе, в качестве супервайзера, ну так скажем, наблюдателя. Чтобы все было хорошо организовано, чтобы все было честно, ну вот для этих вот целей. За два часа гимнастки выполнили по четыре упражнения. Каждая. Нагрузка нешуточная. И чтобы достойно показать себя, ни одна из них не жалела себя в тренировочном зале. Каждый год в этом виде спорта добавляется что-то новое. Он постоянно развивается и не стоит на месте. Сейчас новые правила. Теперь соревнования среди взрослых гимнасток по новым правилам. Конечно, у девочек не все получалось, но программы интересные, очень сложные, именно составленные по новым правилам, которые заставляют гимнасток рисковать. Но в то же время, если они рискуют и не теряют предметы, они выигрывают. Конкуренция высока. Как говорят в таких случаях, спортсменки дышат в затылок друг дружке. Отделяют многих лишь десятые балла. Однако в любом турнире есть сильнейшие. И на этот раз лавры достаются Екатерине Веденеевой. Она побеждает в многобории. Никогда не бывает идеальных выступлений. Всегда есть над чем работать. Насколько у нас максимальная оценка 20 баллов, 20 мы не заработали. Следовательно, ошибки были. Вообще турниром довольны? Очень довольны. Это наш четвертый старый за третью неделю. Только что мы приехали с Гран-при в Москве, где в турнире международном участвовали. Было очень тяжело, но я все-таки решила выступать. И в восьмой раз стала чемпионкой Сибири. Амички занимают вторую и третью ступень пьедестала. Виктория Данильчук – серебряный призер турнира, а Полина Нецветаева – бронзовый. Конкуренция, конечно, была большая, не было права на ошибку. Старались как могли, ну а турнир понравился. В марте этим девушкам предстоит бороться за медали чемпионата России, который пройдет в Пензе. Ну а что касается общекомандного зачета, здесь чемпионом стала сборная Омской области. Иркутская команда на втором месте, на третьем – гимнастки из Новосибирска. Новосибирска